В Новой Зеландии привлекли внимание СМИ 21 декабря 1978 года, когда экипаж грузового самолета в течение нескольких минут наблюдал вокруг мигающие огни размером с дом. Диспетчеры из Веллингтона отслеживали огни, которые затем засняла команда австралийского телевидения. Съемочная группа присоединилась к следующему рейсу грузового самолета из Веллингтона обратно в Крайстчерч. Вскоре после взлета экипаж запечатлел гигантский освещенный шар. Министерство обороны Новой Зеландии предоставило несколько возможных объяснений, включая огни лодок, автомобили или Венеры. Но альтернативные версии куда интереснее. Номер 7. Огни Феникса. Эти огни вдохновили создание огромной кучи фильмов, но никто не может точно сказать, что же произошло 13 марта 1997 года. Этот инцидент можно разбить на два этапа. Первый, над Фениксом заметили V-образную конструкцию, хотя отснятого материала об этом событии мало, а тот, что есть, низкого качества. Есть больше документации о втором событии, когда в ночном небе плыли пять кругообразных огней. Тем не менее, даже несмотря на многочисленные фотографии, видеоролики и свидетельства очевидцев, гигантский вопросительный знак до сих пор витает над Фениксом. Хотя ВВС США причисляли эти огни к военным ракетам, многие не согласны. Даже губернатор Аризоны назвал то, что он видел, внеземным. Ну, я видел, ну, огромный губернатор, просто прямо через Сквальпик, что было...